В самом деле, Телеграм объявляет конкурс разработчиков видеоплатформы на базе Телеграма. Я думаю, он оставит далеко позади нынешней платформы, если все будет сделано грамотно. Но возвращаясь к вопросу лишения наших фронтовиков средств связи, которые им необходимы. Михаил Игнатьевич, почему в Роскомнадзоре, вот как принимают такие решения, вообще не обращая внимания, они не в курсе, что у нас специальная военная операция проводится? Ну, понимаете, это же феодальная система управления. У нас же Сергей Юрьевич Глазьев, академик, многолетний советник президента, сформулировал, что эти люди хотят, и построили у нас блатной феодализм. Ну, я от себя могу добавить, что имитацию блатного феодализма, потому что стало ясно, что это имитационное государство. Но по какому принципу назначаются люди в феодализме? Чей-то родственник, чья-то любовница, чей-то врач. У нас, помнится, был таджийский гинеколог, занимался земельным кадастром. Уходил земельным кадастром всей Руси, до сих пор разобраться не могут, после этого сфетительного руководства. Ну, вообще-то гинеколога. И массажист, я не помню, кто он был. Массажист, Михаил Юрьевич. Массажист оказался близок к одному из вице-премьеров. Массаж делал, хороший, наверное, делал массаж. Но руководил земельным кадастром. Не Таджикистана. Потому что, как я понимаю, Таджикистан более цивилизованный сейчас государство, чем Российская Федерация. По крайней мере, про такие назначения там слышать не приходилось. Но, может быть, просто слишком далеко. Земельным кадастром руководил. Ну, и Роскомнадзором у нас. Чей-то друг, чей-то знакомый, чей-то свояк. Кому-то лично преданный. Могу рассказать много историй, как люди, которые работали в 90-е годы профессиональными водителями, профессиональными секретаршами. Действительно профессиональными. Профессиональными охранниками. Потом становились большими начальниками. И принимали решения. И знаете, что самое страшное? На фоне остальных кадровых назначений, вот эти люди выглядели вполне достойно. В ряде случаев. Я думаю, что человек, который сам хоть чем-то работал, занимался, он может больше, чем просто чей-то племянничек, который вообще никогда ничего не делал. Чей-то племянничек, чей-то сынок, чей-то дяденька, чья-то тетенька. И если кадровый отбор принимается по этому принципу, то вопрос не в том, почему нас дискорд запрещают. Вопрос в том, как Россия еще существует. Все у каких обстоятельств. Понимаете, когда господин Лаврух начинает квадроберов обсуждать на переговорах. Михаил Игоревич, когда депутаты, не будем перечислять эти фамилии лишний раз, говорят, что лишились фронтовики связи, но зато мы щелкнули по носу американскую социальную сеть. Вот это как вообще уравновешивается? Это система ценностей, что пост в Телеграме для многих людей в их не человеческой жизни, грубо говоря. Как это выглядит со стороны, по крайней мере. Есть надежда, что отыграется как-то это назад, или что наконец-то будет решен вопрос со связи на фронте? Ну, знаете, если бы это решалось через Госдуму, надежда бы была. Но когда... Мы же помним, что из себя представляет Роскомнадзор, как он работает. Когда у нас огромное количество сайтов заблокировано, ну, как я знаю некоторые сайты, один из сайтов, который заблокирован, просто так, ничего не объясняют, ничего не могут сказать, просто мы заблокируем, пошли все нахрен. Мы вам напишем килотонны бессмысленных отписок. Когда... У меня Дзен до сих пор заблокирован, я не знаю, что им надо от меня. Ну, это все-таки не Роскомнадзор, я думаю. А я говорю про сайты, которые блокируются Роскомнадзором. Ну, у него сейчас посещаемость выросла в результате, потому что все смотрят через ВПН, который пока у нас не запрещен. Я никого не призываю им пользоваться, и у нас запрещено призывать пользоваться ВПН. Но, когда люди превращают в нарушителей безумия собственной политики, ну, какой к ним может быть уважение? Какой к ним может быть уважение? Понял вас, Михаил Геннадьевич. Дорогие друзья, вы тоже, кстати, высказываетесь в комментариях, ставьте лайки активнее, подписывайтесь на ресурсы Михаила Геннадьевича, на мои ресурсы подписывайтесь. Я теперь внезапно предлагаю перенестись на глобальный уровень. В Америку приходит, как говорят... Знаете, спорт — это и есть глобальный уровень, а то, что объединяет теперь значительную часть мира, без нас. В Америку приходит, как говорят, первый в мире, первый на памяти шторм шестого уровня мощности. Вот месяц остается до американских выборов, и тут, пожалуйста, шторм. В это же самое время, как интересно, параллельно, довольно далеко, пустыню Сахару затопило впервые за 50 лет, ливни шли два дня почти без перерыва, погибло 20 человек. Я у себя в Телеграм-канале разместил небольшой пост из трех частей, там три видеоролика. В середине 90-х годов на слушании в Конгрессе один из чиновников заявил, что американские власти овладели технологиями влияния на погоду, 95-й год. А потом, в 21-м году, директора CNN засняли на видео, где он признался, что канал решил сделать следующей пандемией, изменение климата, потому что от ковида все устали, вот следующая будет пугалка — это изменение климата. И вот, пожалуйста, за месяц до выборов, когда опросы стали показывать, что Трамп побеждает, внезапно надвигается такая буря. Флоридо сейчас, по-моему, штат все-таки республиканский, и прошлый ураган тоже ударил по республиканскому штату. Здесь логика очень простая, потому что когда приходит ураган, и люди остаются без домов, ну, в Америке это не так, как у нас. В Америке вы идете в страховую компанию, получаете возмещение, и, соответственно, начинаете строить дом. Но, во-первых, это довольно сложная процедура, и вам где-то нужно жить в это время. Ваша жизнь разрушена, ваша будет разрушена, точнее. Во-вторых, мы видим большое количество страховых мошенничеств, когда страховые компании говорят, ребята, мы вам платить не будем, потому что там мелкой сносочкой написано, что форс-мажор сегодня действует. А ураган — это не страховой случай, это форс-мажор. Идите в суд доказывать, что это страховой случай. А на суд большинство американцев сейчас денег нет, в принципе. Это долгое, дорогостоящее занятие в Америке. Ну, как, впрочем, и у нас тоже. В меньшей степени пока, чем у них, но тоже это сложно. Соответственно, люди за это своими делами, люди за это своими страхами, переживаниями, и на выбор они не пойдут. Здесь ситуация такая, что это может позволить сменить баланс голосов в Штатах, которые привыкли считать республиканскими однозначно. Это первое. Второе — это расшатывание общества. Да, значит, насчет ураганов. Я не знаю, как там насчет оладевания климатическим оружием. В 1995 году я это пропустил. Но я могу сказать, что климатическое оружие против Куба применялось многократно. Когда... Ну, там просто специфическая ситуация в Карибском море. И понятно, как зарождаются ураганы, как они идут. И было несколько случаев, когда наши отследили, что американцы действительно эти ураганы создавали, чтобы наносить удар по посеву сахарного тасняка на Кубе именно в момент, перед сбором урожая. Вот. Как-то тогда был Советский Союз, и как-то Советский Союз мог убедить американцев больше так не делать. Ну, потому что в Советском Союзе вместо Лаврова был Громыков, например. Вместо некоторых других товарищей там был Устин. Да, там были люди, которые казались странными. Там Устин, это сам Андропов, Черненко, прежний, поздний. Но, тем не менее, они к своей стране относились сильно по-другому, чем нынешние борцы со связью на хронике, как я понимаю. Вот. Поэтому Советский Союз уважали. Кто-то уважал, кто-то боялся, но отношение было сильно другое, чем к нынешней Российской Федерации. Хотя в Советских новостях не сообщалось как главная новость о том, когда кто-то поздравлял или не поздравлял Нидорича Брежнева с днем рождения. Это как-то мысль о том, что это имеет какой-то смысл, и кому в голову даже не приходило. По-моему, большинство советских людей не знало, когда день рождения, какого и все государства. Я не знал. До сих пор не знаю, когда у Брежнева, когда у Горбачева, когда у Чернялка с Андроповым, само собой. Но, тем не менее. Тем не менее. Что климатическая шизофрения это главная повестка дня, она была главной и до коронавируса. Потому что это был вопрос самоидентификации Запада. В 2009 году был климат-гейт, когда выяснилось, что вся эта история вокруг глобального потепления это просто мошенничество. В 2009 году была вскрыта переписка главных климатических горов, которые просто радостно рассказывают друг другу, как правильнее фальсифицировать данные. И, действительно, глобальное потепление, ну, как бы изменение климата, оно идет в разных местах по-разному. Да, расскажите с аудитом про глобальное потепление весело посмеетесь и грустно посмеетесь. Но при этом изменение климата, безусловно, имеет место. И это нормально. Потому что циклический климат меняется. Почему в Шотландии такой замечательный виски? Потому что там вызревал виноград. И когда произошло похолодание, без всякого участия промышленности, которой в то время не было, они просто с виноградных напитков перешли на ячменный. Гренландия называлась Зеленым островом, потому что она была покрыта лесами. А сейчас она покрыта льдом, и все страшно переживают, что эта вода становится меньше. Но на памяти человечества она была покрыта лесами. И когда произошло похолодание, никто не кричал, что какой ужас, давайте разрушим нашу промышленность или промышленность наших конкурентов. Потому что в то время промышленности еще не было. Но это известно всем, на самом деле, в мире. Кроме, в том числе, российских чиновников, которые продолжают вот этот тяжелый бред про борьбу с климатическими изменениями. Они реально продолжают, реально, Газдума принимает законы про это безумие, направленное на уничтожение в том числе нашей промышленности. Это не новая истерика. Это просто попробовали с подземи, с подземи не срослось, хотят вернуться к старой истерике. Потому что самоидентификация Запада. Раньше Запад – это было то, что против Советского Союза и против справедливости. А теперь Запад – это то, что против глобального потепления и, соответственно, против китайской, индийской промышленности и против остатков российской промышленности. При этом надо зафиксировать, что это просто борьба разных мифиозных уральтировок. Потому что мы видим, что мифиозные группировки, связанные с фармой, они продолжают рассказывать, что вот страшные-страшные-страшные новые вирусы, и вот их уже завезли на Украину, какие-то там наемники, и вот скоро мы все умирали. То есть ровно то самое, что мы видели в английском юмористическом сериале «Абсолютная власть». Потом мы это же видели один в один в ходе коронавируса. Но сейчас, судя по всему, кто-то хочет применять какие-то боевые вирусы. По крайней мере, если верить пропаганде. Если не верить пропаганде, но это очередной коронавирус, я не сомневаюсь, что господин Гинзбург уже просверлил себе дырочку в пиджаке под очередную награду за очередную сваренную, как бы сказать, помягшую жидкость неизвестного назначения, но вряд ли имеющую отношение к медицине, скорее к биологическому оружию. На всех случаях отметим, что сейчас ООН собирает экстренные совещания по теме Марбургской лихорадки. В Китае обнаружен какой-то неизвестно какой вирус. В России, в некоторых регионах Роспотребнадзор лютует. Например, в одном только Омске больше 400 классов отправлено на дистанционочку по непонятным причинам. Какой-то странный диагноз, просто какая-то пневмония у всех сразу. Без обозначения, какой вирус вызывает. Короче говоря... С одной стороны, у нас уничтожена медицина. Поэтому диагнозы ставят, строго говоря, некому, как я понимаю. И когда кто-то чем-то заболевает, если вам повезет, вам скажут, чем вы болеете. А так вам погуглят что-нибудь. Могут найти, могут не найти. Я это говорю в том числе на своем опыте, когда по моим симптомам мне диагноз поставил «Простите, экономист». А все медики, в том числе управа делами, с очень большим интересом меня исследовали. Говорят, как интересно, у вас все в порядке. Ну, что вы ходить не можете, ну, слушайте, как интересно. Попался мне на ютубке ролик. Преподаватель, известный, Зубаревич, говорит следующее. Вот спрашивают, почему вы защищаете Центробанк? Нам нужно брать кредит на развитие, а мы не можем. Потому что, если Центробанк понизит ключевую ставку, инфляция будет двузначной, по 20%. У Центробанка нет других инструментов от инфляции. Хороший инструмент это сокращение расходов на оборону. Но Набиулина не может это сделать. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, госпожа Зубаревич, либерал, и кроме того, она по специальности георгий. Пусть даже экономический. То есть, это примерно, как если бы я сейчас рассуждал о современных проблемах ботаники палеозоя, вот она примерно так же воспринимает финансы Российской Федерации. Значит, давайте по пункту. Первое. Инфляция вообще не имеет отношения к процентной ставке. И Набиулина несколько раз за последние 11 лет проговаривалась, что она это понимает. Инфляция в условиях избыточной массы, денежной, да, в этих условиях инфляция определяется политикой Банка России, политикой Центробанка. Но у нас искусственно создан денежный голод. Повторюсь, монетизация почти в два раза ниже нормы. В условиях, когда денег не хватает, инфляция носит немонетарный характер на экономическом сленге. Она вызвана во-первых, издержками. Когда вы покупаете все товары в Китае, вы покупаете за границей, повышение процентной ставки обваливает рубль и, соответственно, делает ваши товары более дорогими. Второе. Если вы можете взять кредит, вы, естественно, закладываете повышенную процентную ставку в стоимость вашего кредита. А поскольку у нас монопольная экономика и произвол монополий никем не ограничивается на самом деле, это все ведет к завышению цены. Соответственно, это же ведет к ослаблению рубля. То есть, первое. Повышение процентной ставки или снижение процентной ставки. Инфляция не влияет, пока существует денежный голод. Исключение отдельной рынки, на которой действительно избыток спроса, например, рынок жилья. До, так сказать, отмены льготной ипотеки. До сокращения, скажем так, льготной ипотеки. Вот. Но это исключение локально. То есть, снижение процентной ставки, о котором говорит Зубаревич, ведет к увеличению денежной массы. Увеличение денежной массы оживляет экономику. А практика показывает. И после дефолта 98-го года, и в конце 22-го года. В конце 22-го года огромные деньги были влиты в экономику через бюджет. То есть, была та самая кредитная миссия, когда Банк России печатает деньги, отдает их коммерческим банкам. Коммерческие банки покупают на эти деньги государственные ценные бумаги. И тем самым в экономику выбрасывается огромный объем денег. Там, по оценкам, точно больше 3,5 триллионов, а на самом деле и под 5 триллионов. Было таким образом уброшено. Денежная масса увеличивается. В обычной стандартной теории кредитная миссия Банка России запрещена строжайшим образом, потому что это увеличение денежной массы и, соответственно, инфляция и девалюация. Но в условиях нехватки денежной массы выбрасывание денег в экономику, как мы видели многократно, ведет к тому, что деловая активность растет быстрее денежной массы. В результате инфляция снижается, а не растет. Я понимаю, что для людей типа Губаревич, которые с большим трудом освоили азбуку экономики, это невозможно себе представить, потому что они не понимают, что может быть такая ситуация, которая существует в России 30 лет. Нехватки денежной массы вместо ее избытка. Они этого не понимают. В их головах это не помещается. Ну, я соглашаюсь, это нормально, это не является упреком, потому что у меня в голове не помещается много положений современной квантовой физики. Просто я ее не комментирую и не объясняю, что если я что-то не понимаю, значит, все идиоты. А, значит, ну, это вечная тема либералов, а нужно подорвать российскую обороноспособность и будет всем счастье. Еще Кудрин отказался быть министром финансов у Медведева, когда тот возглавил правительство в 19-м году. Скандальчик был, да. Был скандал, потому что Медведев, который тогда был либерал, а не ведущим твиттер-канала патриотического, вот либерал Медведев собирался сократить военные расходы. И Кудрин, который всю жизнь рассказал, что военные расходы надо сокращать, потому что, как бы он либерал тоже, но он, как либерал-практик, отказался подчиняться Медведеву, в итоге ушел с поста министра финансов, который занимал там 11,5 лет. А Медведева потом, значит, уломали другими методами, другие, более высокопоставленные, чему. Если я, конечно, правильно помню эту историю. При этом у нас был такой Игорь Юрьевич Юргенс, мозг Медведева, уже забытый был, такой институт современной экономики, что ли. И он, значит, в специальном докладе Медведева написал, что главной проблемой России является ядерное оружие. На память привожу. Если Россия откажется от ядерного оружия, то немедленно все экономические проблемы снимутся сами с собой, и Россия начнет быстро взялаться. То есть, ликвидация броноспособности России есть, как бы, идея фикс российских либералов. В том числе, как я понимаю, мы с Лужей Зубаревичем, которая, осмысливая свои слова, вряд ли задумывается, а просто повторяет то, что принято повторять и уюту сушки. Значит, я понимаю, что у нас действительно очень большой рост расходов на оборону. Я понимаю, что у нас из 13,5 триллионов, по-моему, 11 триллионов закрытые статьи. Чем секретнее, тем выше риски воровства. Это все понятно. Но в условиях ведения военных действий я считаю, это вполне оправдно. Риски терпимы. И на фоне других ведомств, я это повторял много раз, я не считаю Министерство обороны каким-то кошмаром и адом. Я думаю, что если копнуть какой-нибудь Минцифры развития, я бы вправить молчу. Там выяснится много другого интереса, не менее интересного. Просто Минобороны сочетают большие объемы финансирования с быстрым ростом финансирования с высокой ценой ошибки. Ну, грубо говоря, если я поставлю плохой телефон гражданам Российской Федерации, все, что я могу получить, это убытки и рекламация. Если я поставлю плохую радиостанцию на фронт, я получу большое количество. Вот. Так что логика госпожи Зубаревич, она понятна, она прозрачна. За 38 лет национального предательства ее все учили наизусть и все убедились в ее ошибочности. Ну, кроме, наверное, самой госпожи Зубаревича. Наталья Владимировна Васильевна, по-моему, человек очень такой искренний. Я помню, мы с ней просто с лекциями приехали в какой-то город и она прочитала пламенную лекцию о том, что у вас до сих пор нет никаких торговых сетей и вот что будет с вами, когда, значит, торговые сети к вам все-таки дойдут. После чего встали потрясленные места и сказали, знаете, Наталья Васильевна, вообще-то говоря, у нас есть торговые сети, у нас их очень много. Проблема была в том, что она, как географ, ну, понимаете, географ и экономист осуществляют исследование местности разными способами. Экономисты летят в справочник, например, в Яндекс, а географ ходит по местности и смотрит. И вот на тех улицах большого города, по которым она ходила, ни одной торговой сети не оказалась. Из чего у нас дело с выводом? Ее фундаментальной ошибкой является, помимо географического подхода к экономике, при том, что она блестящий специалист по размещению производительных сил. То есть, вот где что-то еще теплится, а где что-то развивается, она знает. Почему развивается и теплится, это уже сложнее. Но где и что, она знает. То есть, вот про местность она знает все почти. В этом отношении она гений. Но когда дело доходит до более сложного заключения, тут возникают, как вы сами сказали, сложности. И вторая проблема, это официальные статистики. Я, как статистик по образованию, я сначала думал, что носите бирж. Ну, знаете, есть такой интеллектуальный юмор, когда вы общаетесь с человеком на его уровне. Я тут как раз пообщался с людьми в дебатах, которые верят в статистики. И делайте вид, что вы тоже дебил. А на самом деле, вы все понимаете. Ну, вот Наталья Васильевна, она, я пытался объяснить, что статистика бывает несовершенной, но мне это не удалось в свое время. Я не обладаю даром как бы убеждений. Судя по всему. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы прослушали этот ролик. Но самое главное, не то, что сказано в нем, а то, что будет сказано в моем канале на телеге и в моем канале в Дзене. Подписывайтесь на них.